Добрый день. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Турцию. Глава государства вместе с Раджабом Таибом Эрдоганом принял участие в открытии аэропорта Резе-Артвин. Ильхам Алиев стал первым из президентов, чей самолет совершил посадку в новом аэропорту Турции. Открытие аэропорта Резе-Артвин с участием глав двух государств еще раз свидетельствует о высоком уровне отношений Азербайджана и Турции. Одна нация, два государства. Эта фраза общенационального лидера Гейдара Алиева прекрасно отражает уровень отношений между Азербайджаном и Турцией, которые из года в год только укрепляются. Как мы отметили ранее, Ильхам Алиев стал первым президентом, кто посетил данный аэропорт, чей самолет совершил посадку в новом аэропорту Турции. Самолет с турецким лидером на борту, вылетавший из Стамбула, прибыл в Резе в 14.20 по бакинскому времени, а с азербайджанским главой государства в 14.45. Сейчас мы постараемся подключиться к Красивому Забекову. За это время я хотела бы проинформировать о новом аэропорте. Лайнеры президентов встретили традиционной водной аркой. Президент Реджаб Тайб Эрдогам, приветствовавший Ильхама Алиева у трапа самолета, вместе со своим коллегой направился к месту проведения церемонии открытия воздушной гавани. После церемонии президенты обеих стран провели переговоры. Небольшая справка о новой воздушной гавани. Аэропорт Резе-Артвим, получивший международный статус, расположен на северо-востоке Турции и является пятым в мире аэропортом, построенным прямо в море на искусственно возведенной территории. Для того, чтобы заполнить море глубиной до 30 метров, потребовалось не менее 100 миллионов тонн камня. Площадь нового аэропорта составляет 30 тысяч квадратных метров. Длина взлетной полосы 3 километра, ширина 45 метров. И это вторая по протяженности взлетно-посадочная полоса Турции. Ежегодно аэропорт сможет обслуживать около 3 миллионов пассажиров. Ожидается, что Резе-Артвим внесет значительный вклад в экономику Турции, в том числе благодаря реализации новых проектов в туристической отрасли. Очень интересным является то, что при проектировке комплекса учитывались чайные традиции провинции Резе. Командно-диспетчерский пункт выглядит как стакан-армуду. А над одним из подъездных путей воздвигнут символичный чайный лист. В аэропорту также работает музей, посетители которого знакомят с турецким чаем. Открытие аэропорта Резе-Артвим с участием двух глав государств еще раз свидетельствует о высоком уровне отношений между Баку и Анкарой. Тему мы сейчас продолжим с Расимом Мусабековым. Расим Малим уже на связи со студией. Добрый день, Расим Малим, как меня слышно? Добрый день. Все нормально, слышно хорошо. Расим Малим, спасибо, что нашли время, подключились к нашему эфиру. Действительно, вот сегодняшнее событие, оно о многом говорит, я думаю. Но я бы хотела, чтобы именно вы нас проинформировали о значимости данного события, об участии главы государства в церемонии открытия аэропорта в Резе вместе с Раджабом Тайбом Эрдоганом. И я хочу сказать, что это уже традиция. Любое большое мероприятие, которое проходится в Азербайджане, проводится, связано ли это с открытием какого-то большого коммуникационного проекта или закладкой этого проекта, в нем обязательно участвует лидер братской Турции. И аналогичным образом президент Азербайджана участвует в открытии или закладке камня крупного инвестиционного проекта, логистического проекта, который имеет значение для Турции. И мы сегодня наблюдали это воочию, уже в очередной раз. Президент Азербайджана, Элька Мадриев, приехал в Реза в открытии международного аэропорта. Но я хочу сказать, что этот аэропорт, но и город Реза имеет особое значение, потому что детские годы президента Эрдогана пришли именно в Резе. Корни его фамилии из этого региона. И поэтому он особенно чувствительно относится к прогрессу, к таким, скажем, крупным проектам в Резе. И обратить я хотел бы внимание еще на одно обстоятельство. Было время, когда Турция ассоциировалась, ну, в сущности, с двумя, максимум с тремя городами. Турция – это Стамбул, Анкара, ну, и Измир называли. Сегодня Турция и ее развитие фактически охватило всю территорию страны. Когда-то глухая провинциальная, скажем, часть Турции, Ардвин и город Резе превращаются сейчас в развитый промышленный портовый город, что здесь уже открывают международный аэропорт. Я хочу напомнить, что международные перевозки вот для всего этого региона до недавнего времени осуществлялись из Батуми. Турция в свое время построила аэропорт Батуми международный и до настоящего времени управляет этим аэропортом. И он включен в сеть турецких аэропортов. Сейчас еще, ну, и Резе обслуживался из Батуми. Люди на автобусе приезжали в Батуми, а то вылетали, значит, ну, по своей необходимости. Сейчас еще, наоборот, я думаю, что международный аэропорт в Резе, с учетом того, что это очень крупный, там, большая взлетная полоса, и это, в общем, ну, очень с развитой инфраструктурой аэропорт, я думаю, что он будет сейчас центром притяжения не только для провинции Ардвин, но и для очень многих примыкающих провинций, городов и Турции, и соседней Грузии. В какой-то перспективе, возможно, и Армении. Да, в целом, вот сегодня как раз, когда давали, вот перед открытием давали отрывки одного из выступлений Раджа Батаиба Эрдогана, как раз в Резе, где он заявлял о том, что вы хотите аэропорт, и мы его для вас построим. И данное обещание было выполнено. Я бы хотела провести такой небольшой параллель. Вот вы сказали, что Турция сегодня превращается в такую сильную державу, что там сегодня уже не один-два города, да, крупные, а большие, крупные торговые города, которые становятся какими-то определенными хабами транспортными и транспортными логистическими. Я бы хотела провести такой небольшой параллель, вот то, как сейчас строится Азербайджан, освобожденная территория. Вот тот же международный аэропорт Физули, где, кстати, принимал участие и Раджа Батаиба Эрдоган. И вот как-то символично, что, как вы сказали, как вы отметили, Турция всегда рядом с Азербайджаном, самые ответственные, самые важные для Азербайджана моменты. И точно так же Азербайджан рядом с братской страной. И самые и хорошие, и в плохие времена показывают именно две страны, две главы государства показывают свое единство и братство. Да, конечно же, я просто хочу напомнить, что современный аэропорт Физули в рекордно короткие сроки построили турецкие компании. И я хотел бы сказать, что Турция настолько развила свою строительную индустрию современную, что во многих странах, не только, допустим, сейчас мы говорим в Азербайджане, турецкая компания Физули построила, ну, рекордно короткий срок аэропорт международного класса. И в Грузии, и в Батумии, и в Тбилиси аэропорт строили турки в очень многих местах. И в этом смысле Турция не то что становится, Турция стала высокоиндустриальной, современной страной. В том же самой Резе, в своем выступлении, Раджап Таип Эртаган говорил не только об аэропорте. Он говорил о том, что в Резе построен университет, что здесь создана хорошая туристическая инфраструктура. И что город в этом смысле после открытия аэропорта станет привлекательным для бизнеса, для туризма, для образования. И я думаю, что мы должны радоваться развитию Турции в целом, то есть не только, как в прошлом, крупных городов, но и всей Турции. До самых, скажем, отдаленных провинций. Точно так же, как и Азербайджан, в общем, в том числе и с участием турецких крупных строительных инженерных компаний, превращает освобожденные от армянской оккупации территории, намерен превратить в витрину будущего Азербайджана. Расим Берем, кстати, вот я бы хотела отметить отдельно, хотела бы поговорить о выступлении главы государства Ильхама Алиева. Хотела бы обратить внимание на то, когда Ильхам Алиев вышел на сцену, какие эмоции были среди людей, как они его поприветствовали. Вот господин президент даже взял паузу, подождал, когда вот немного люди стихнуты, только после этого стал говорить. Да, это так. И я хочу сказать, что мне, как политологу, социологу, в прошлом приходилось очень много проводить различного рода опросов общественного мнения и, естественно, за подобного рода исследования и в Турции наблюдать. Как я вам хочу сказать, что на протяжении буквально последних двух-трех десятилетий во всех опросах общественного мнения в Турции в качестве первой, самой дружественной, братской, союзной страны и народа неизменно называется Азербайджан. Азербайджан и как государство, и как нация, с которой мы говорим у нас по формуле «одна нация, два государства». То есть и господин президент в своем выступлении говорил, что он себя чувствует в Турции как на своей родине, как в своем государстве. И точно так же в Турции относятся и к Азербайджану, и к его лидеру. И мы видели, как его тепло приветствовали и с каким уважением и почетом и сам президент Эрдоган, и все окружавшие участники мероприятия, персоны встречали и находились рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Али. Да, и президент Азербайджана в своей речи также отметил, что Азербайджан и Турция всегда вместе. И он отметил отдельно поддержку Турции во время Второй Карабахской войны. Как сказал президент, Вторая Карабахская война – это общая славная история Азербайджана и Турции. Да, это так, и я думаю, что каждый раз подчеркиваем это, потому что это наша общая победа. Это победа и Азербайджана, это победа и Турции. Да, и вот в целом, если вот говорить о сегодняшнем посыле, скажем так, да, вот международному сообществу, мы говорим о том, что это действительно высокий, это показатель высокого уровня отношений между двумя странами, братскими странами. И мы знаем, что глобальные экономические проекты являются тому, как бы, свидетельством. Это и Бакут Билиси Джейхан, если посмотреть в историю, да, и Бакут Билиси ГАЗ, Бакут Билиси Эрзурум. И сегодня турецкие компании принимают активное участие, и строительство на освобожденных территориях, много азербайджанских компаний инвестируют в Турцию в том числе. То есть вот все это, если вот, ну, немного, я не скажу, что прогнозы, а вот так, если вот по-дальновидному, как в дальнейшем скажется все это на регионе? Вы вначале отметили, что данный аэропорт может, как бы, послужить и каким-то интересом и Армении в лучшую сторону, да. В целом, если взять по региону, что даст нам вот это дружеские, вот сильные эти отношения в дальнейшем? Ну, дело в том, что, ну, с учетом вот той ситуации, которая сейчас складывается, ну, в регионе, в Европе, связанной с вторжением России и Украины, вы знаете, очень многие энергетические проекты оказались, ну, Россия обеспечивала Европу и нефтью, и нефтью, и газом, и сейчас от него Европейский Союз массово отказывается. И коммуникации Китая осуществлялись, в том числе и государства Центральной Азии шли через Россию, но сейчас границы с Белоруссией и с Россией, ну, Балтийские республики закрыли, а в Украине идет война, и, в общем, все вот это движение, которое раньше коммуникация шла через Россию, оно остановлено. И в этих условиях, конечно же, кратно выросло стратегическое значение тех коммуникаций, которые в свое время Турция и Азербайджан вместе реализовали. Да, это Баху Тбилиси Джейхан, он превращается в очень важный энергетический проект для Европы. Южный газовый коридор, который, ну, как будто бы немножко нехотя Европа этот проект в свое время поддерживала, и, ну, участок ТАП, он ведь, в общем, может 20 миллиардов кубометров газа пропускать. Ну, они сказали, что нам достаточно 10 миллиардов. А теперь говорят, как бы сделать так, чтобы не 10, а 20 миллиардов кубометров Европа получала бы по южному газовому коридору. То есть и это, и Баху Тбилиси Карс, на который в свое время Соединенные Штаты Америки отказались, значит, чтобы банки могли бы кредитовать, сегодня говорят, как хорошо, что эта коммуникация существует, потому что она сегодня, ну, практически оказывается безальтернативной и важной, в том числе и для, скажем, перевозок с Дальнего Востока в Европу. Так что я хочу сказать, что значение стратегических коммуникаций, которых своевременно очень дальновидно реализовали Азербайджан, Турция, ну, совместно с Грузией, и их значение растет, и я думаю, что в новых условиях геополитическая роль, коммуникационная роль, роль Турции как энергетического хаба будет возрастать, и это будет содействовать и развитию всего региона, ну, и в первую очередь Турции и Азербайджан. Сегодня, на самом деле, Азербайджан является, как вы вот отметили, крупным и надежным поставщиком энергоресурсов в Европу. В этом плане важную роль играют вопросы безопасности, особенно учитывая сложную геополитическую ситуацию. В целом, мы говорим вот об Азербайджане, о Турции. Я бы хотела, вот подытоживая, все-таки нельзя не затронуть основной документ, который является таким важным, стратегическим для каждого из этих государств, это Шушинская декларация. Разве я бы хотела, чтобы вот в связи вот с нынешней ситуацией, вот и учитывая геополитическую ситуацию, и учитывая вот то братство, то единство, которое есть у Азербайджана с Турцией, роль Шушинской декларации во всех вот этих проектах реализуемых. Хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Да, мы говорим одна нация, два государства. Но обычно говорят, когда братские, все же бывают народы. А государства выстраивают стратегическое партнерство или же поднимаются на уровень союзничества. Так вот, Шушинская декларация, она зафиксировала тот факт, что Азербайджан и Турция союзники. А это очень многое означает. Союзничество Азербайджана и Турции – это в общем воплощение того самого братства, которое связывает наши народы. И я хотел бы сказать, что турецко-азербайджанское, ну скажем, союзничество, оно проявляет себя и с точки зрения обеспечения региональной безопасности. Оно проявляет себя и с точки зрения стабильности и мира в регионе. И я бы хотел сказать, что оно представляет собой ядро интеграции, сближения, сложения усилий большого тюркского единства. Я хотел бы напомнить, что после Шушинской декларации было принято решение о преобразовании Тюркского совета, ну это был совет глав государств, тюркский государств, он преобразован уже в организацию международного сотрудничества тюркских государств. И одновременно с присутствием президента Ильхама Алиева и президента Турции Эрдогана в резе на открытии аэропорта в Турции проходило и заседание, начну на уровне высоких должностных лиц. Азербайджан представлял на этом мероприятии помощник президента по международным делам Тюркские государства разрабатывали, обсуждали перспективы укрепления и развития в качестве новой интеграционной единицы. Я думаю, что Шушинская декларация, она сформировала ядро тюркской интеграции и одновременно, конечно же, как очень серьезный фактор стабильности, безопасности и развития в регионе. Спасибо, Расим Малим, спасибо за ваше ценное мнение. Очень приятно было с вами пообщаться на данную тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова